Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 14 декабря, пятница, в студии Татьяна Лунина. Доброе утро, дорогие друзья! Ульяновские аграрии подвели итоги работы за 2018 год. Результаты показали устойчивый уровень развития отрасли. Об этом рассказал журналистам министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. Действительно, 2018 год для нас является знакомым и выдающимся. За последние буквально несколько лет агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в Российской Федерации. Неоднократно, я имею в виду в частности сельское хозяйство, было отмечено в том числе и президентом Российской Федерации о том, что агропромышленный комплекс является драйвером экономики страны. В частности, если мы говорим о нашем регионе, то, конечно, и у нас имеются достаточно знаковые показатели. Ряд показателей вошли в историю Ульяновской области как одни из самых наилучших и самые большие показатели, например, по урожайности. Если вот возьмем 2017 год, то мы с вами собрали один из рекордных урожаев по валому сбору зерна. За последние 25 лет он составил 1 миллион 670 тысяч тонн. А урожайность одного гектара у нас составила 29,7 центнера с гектара. Это наивысшая урожайность за всю историю Ульяновской области. 2018 год также не стал исключением. Мы понимаем прекрасно, что году не приходится и все зависит, конечно, многое от погоды. Тем не менее, учитывая то, что наши аграрии достаточно много уделяют вопросу модернизации своих сельхозпредприятий. Здесь мы говорим, речь идет о инженерной инфраструктуре, в частности, соответственно, они закупают сельскохозяйственную технику, модернизируют свои завы, сушильные комплексы. Нельзя сказать о том, что сельхозпроизводители уделяют большое внимание в том числе и научному сопровождению аграрного сектора. И здесь все, что мы имеем на сегодняшний день по урожайности 2018 года, независимо от того, что у нас была достаточно сложная погода, сложившаяся в 2018 году. Если вы помните, у нас была затяжная весна, достаточно холодное начало лета, отставание по вегетации у нас было порядка 2-3 недели. Тем не менее, мы вышли по зерновым, зернобобовым культурам на тот показатель, который мы имеем на сегодняшний день, а он составляет 1 миллион 253 тысячи тонн, а в среднем за 5 лет это один из высших показателей. Кроме всего прочего, урожайность по 2018 году у нас составила 21,3 центнер с гектара, но в целом, кто наблюдает ситуацию по Российской Федерации, конечно, в многих регионах сложились погодные условия значительно хуже, и гибель посева была, что называется, достаточно высокая. Учитывая то, что даже засушливое лето, которое сложилось на протяжении этого года, учитывая то, что агрария использует уже достаточно интересную такую технологию, касающуюся условий засухи, применяют, соответственно, определенные сорта семян. Здесь и культура возделывания, соответственно, земель соответствует определенным условиям климата. Немаловажную роль в развитии отрасли сыграло открытие научного кластера на базе аграрного университета, куда вошли все сельскохозяйственные микроинституты. Основная задача научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса – это обучение всех сельхозпроизводителей на территории нашего региона. Кроме сельхозпроизводителей также обучение входит и муниципальных служащих, в частности, это управление сельского хозяйства, это главы муниципальных образований, которые мы в этом году обучили. Два курса обучающих они прошли. Вот это все в совокупе, наверное, и говорит о том, что мы на сегодняшний день можем решать вопросы и в столь сложившиеся сложные погодные условия, которые мы имели в этом году. Конечно, мы можем сказать и о урожайности, в том числе овощей. В этом году у нас по овощам мы собрали с вами 49 279 тонн. Кстати говоря, эта урожайность у нас выше значительно по уровню прошлого года. В прошлом году у нас урожай овощей составлял 42 тысячи тонн. В целом урожайность с одного гектара также значительно выше. По картофелю у нас тоже значительно высокие показатели. Общее количество валов и сбор картофеля по промышленному производству у нас составил 35 874 тонны. Это на 12 180 тонн больше, чем в 2017 году. Конечно, здесь по овощам можно сказать смело о том, что почему мы имеем такие высокие показатели в 2018 году. Ну, в первую очередь, конечно, это, безусловно, агрария работает, также уделяет особое внимание именно качественному семенному направлению. Кроме всего прочего, у нас используется система мелиорации. За последние два года мы ввели в оборот мелиорируемых земель, это 454 гектара. В том числе и в этом году 85 гектаров мы дополнительно ввели под систему мелиорации. И вот этот комплекс, соответственно, вопросов, он, безусловно, также нам позволил иметь достаточно знакомые показатели в этом направлении. Что касается растеневодства, в этом году мы с вами тоже можем похвалиться. У нас с вами 304 тысячи тонн мы собрали масляничных культур подсолнечника. Соответственно, это является рекордом за всю историю Ульянской области. Растут показатели и в животноводстве, отметил далее Михаил Семенкин. Также хотелось бы отметить, что у нас достаточно активно уделяется этому вопросу серьезное внимание. И здесь направление, к примеру, если по свиноводству, то в этом году мы имеем одно из самых наивысших показателей по свинопоголовью. Он составляет 230 тысяч голов. Это наивысший показатель за последние 20 лет. Конечно, это благодаря, опять же, общей слаженной работе сельхозтеропроизводителям. В частности, Рамиль Надырович Хайруйлин, руководитель следствия Скикну и Малаклинского. Он буквально за последние несколько лет ввел в эксплуатацию порядка четырех новых животноводческих комплекса. Они современные, они отвечают всем международным стандартам. Безусловно, генетика, которая используется в этих предприятиях, достаточно высокопродуктивная. Кроме всего прочего, построена была компания «Росбекон». Он ввел в эксплуатацию свой животноводческий комплекс на 30 тысяч голов, откормоченных в год, с единовременным содержанием 18 тысяч свинопоголовья. Также, конечно, у нас продолжается в этом направлении работа и по ряду других новых инвесторов, которые мы ищем. Ну и вот все это совокупие на сегодняшний день говорит о том, что у нас по свинопоголовью мы имеем достаточно серьезные такие вот и внушительные показатели за последние 20 лет. Что касается крупнорогатого скота, здесь мы имеем с вами на сегодняшний день порядка 128 тысяч голов крупнорогатого скота, из которых 52 тысячи голов – это коровы молочные, соответственно, направление. Ежегодно у нас наши сельхозтаропроизводители инвестируют в животноводство достаточно большие инвестиции и КФХ «Озерки». В прошлом году построил достаточно крупный животноводческий комплекс ввел в эксплуатацию на 3 700 голов. В этом году мы даем старт одному из самых современнейших животноводческих комплексов молочного направления в селе Троицком Сунгури – Агронептун. И мы, конечно, модернизировали в том числе и ряд животноводческих комплексов. В общей сложности в этом году прошла модернизация порядка 9 предприятий, которые прошли достаточно серьезную модернизацию, и это нам позволило создать 2700 скотомест именно КРС молочного направления. Ну, конечно же, немаловажный фактор – это то, что генетический потенциал, и в этом году мы завезли более 2000 голов зарубежную, имеющую генетику достаточно высокопродуктивную. Ряд уже скота на сегодняшний день имеет определенный отел, вот это уже поголовье, оно имеет определенный шлейф будущего поколения на территории нашего региона. Ну и в целом, вся вот эта работа, она позволила нам с вами увеличить объем молока только за счет модернизации инвестирования, вот скажем так, в новые проекты, плюсом порядка 17 тысяч тонн молока к тому объему, который мы явили с вами в прошлом году. Аграрно-промышленный комплекс в последние годы заметно прибавил в своем развитии. Сейчас в нем занято почти 30% работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов и создается около трети валового национального дохода. И развитие аграрно-промышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. В Ульяновской области вновь введены штрафы за стоянку автомобильного транспорта на определенных территориях. Каких? Спросим у депутата Законодательного собрания области Сергея Шерстнева. Итак, Сергей Александрович, за что будут штрафовать? Лучше штрафовать, если автомобильный транспорт стоит на детской площадке, на земельном участке, где расположена горка, песочница, даже без зеленых насаждений нет, там, где есть тренажеры, турники, деревья посаженные. За эти участки будут именно наказывать. Какие размеры штрафов предусмотрены? Первый штраф для физических лиц, для автолюбителей, водителей. Первый штраф от 500 рублей до 1000. При повторном нарушении от 3000 до 5000 рублей. Для юридических лиц штрафные санкции тоже очень знаковые. При повторном, а учитывая, что юридического лица не одна машина, от 70 до 100 тысяч рублей. Это уже весомый штраф для любой организации. Сергей Александрович, кто должен оформлять протокол за неправильную стоянку? Муниципальное образование или городское поселение, или сельское поселение должны своим распоряжением определить перечень служащих, которые будут иметь право составлять данные административного протокола. То есть это сотрудники администрации. Это может быть как комиссионно, так и может быть единоличным. Фотофиксация должна быть обязательная, в любом том, что это подтверждающий факт, где указано время, дата, место, номер автомобиля. Далее уже по всей процедуре непосредственно будет проводиться. На сегодняшний день в Ульяновской области уже 211 человек включены в этот реестр, которые имеют право составлять данные административные протоколы. И далее документы в полном пакете будут оформироваться и направляться мировым судям. Будут принимать решение о принятии мер административного воздействия, наложения штрафа в тех пределах, которые предъявлены законом и административным кодексом правонарушений. А если необходимо какие-то работы на газоне провести определенным службам? Специализированные бригады, учитывая то, что у нас коммуникации проходят и под детскими площадками, и под спортивными площадками, здесь на них не распространяется. Это связано, и когда мы прокладываем сети, то ли водопровод, или канализация, или электрические сети, или проводятся аварийные ремонтные работы, здесь вот штрафные санкции, соответственно, не накладываются. Накладываются именно на те автомобили, которые просто стоят без движения. Некоторые машины очень долго пряжут к времени. Конечно, здесь будет рассматриваться. И учитывая то, что индивидуальный подход. Если вы подъехали, и вы действительно в больнице подвезли больного человека, а там находится, ну, я бы назову это детский игровой комплекс, или что-то такое, мы будем, конечно, определять. Все зависимое. Но в основном это касается дворовых территорий, мест массового пребывания людей. Вот это вот именно будет рассматриваться. Вот пешеходы, конечно, возмущены огромным количеством машин вдоль тротуаров. Взять, к примеру, ситуацию в районе авто и механических заводов. Там засилие просто авто, пешеходам, особенно зимой, ходить крайне неудобно. Но автовладельцы на замечание тоже возмущаются. А нам что делать? Куда машину ставить на время работы? Действительно, на рассмотрение данного вопроса депутаты законодательного собрания Ульяновской области задали, куда же нам ставить водителям, куда рекомендовать. Мы услышали этот вопрос. На сегодняшний день мы направили от законодательного собрания Ульяновской области, от комитета, непосредственно главу муниципальных образований, чтобы при разработке планов застройки уже предусматривали именно площадки. В том числе и когда разрабатываются проекты городской комфортной среды. У нас уже была практика, когда мы расширяли и делали заездные карманы во дворовых территориях. Примером очень много привезли. Даже Камышинская 15. У нас Робеспьера 100. У нас в этом году 17 дворовых территорий, которые прошли по городской комфортной среде. Вот там, где есть возможность, жители сами предлагают, чтобы была возможность поставить автомобиль. Потому что там уже красиво, там достойно становится. И не стоит нарушать то благоустройство, которое уже есть. Но ведь у некоторых автовладельцев и гаражи есть, они все равно ставят машину около дома. Мы проводили анализ состояния наполнения гаражей ГСК на территории Ленинского района. Я вам просто пример такой приведу, потому что она в памяти. 28 тысяч с лишним машин, которые зарегистрированы на территории Ленинского района. А более 6 тысяч гаражных боксов, которые имеются на территории Ленинского района. По определенному анализу, мониторингу, порядка 30% стоят без автомобилей. Что используют? Учитывая то, что Засвиярский район, Ленинский район, даже железнодорожный район, у нас дворовые территории насыщенные, уже все расположено. И нет возможности ставить, кроме газона. Люди начали ставить на проезжую часть. Эту проезжую часть мы можем посмотреть и улицу Марата, это улица Робеспьера, это улица Ватотина. То есть там, где можно ближе к дому. То есть немножко мы забыли, что движение – это тоже спорт. И 20 минут ходьбы или поездки на трамвае, или маршрутном движении, то нам это уже не позволительно. Долгое время. И на сегодняшний день рассматриваются вопросы строительства многоуровневых парковок. Это и в северной части города, и в центральной части города, это на улице Мира. В дальнейшем также будет развиваться и работаем в команде совместно с городской властью, главой города. Мы также были в Димитровграде, и те же вопросы, которые касались города Ульяновского, также там проявляются. Сергей Александрович, давайте еще раз напомним нашим радиоуслушателям, сколько стоит сегодня стоянка в неположенном месте. Для физических лиц первое нарушение от 500 рублей до 1000 рублей, при повторном от 3000 рублей до 5000 рублей. Если относительно должностных лиц, это первое наказание от 3000 до 5000 рублей, второе наказание будет уже от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. И, соответственно, для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч – это первый раз, а второе на нарушение, и, я думаю, что и последующее – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей. А я напомню, что с 27 октября в Ульяновской области действует ответственность за размещение транспортных средств на газонах, детских или спортивных площадках. Об этом мы говорили с депутатом Законодательного собрания области Сергеем Шерстневым. Вы слушаете «Радио России Ульяновск» в студии Татьяны Лунина. Я приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Новый вид мошенничества появился в России. Неизвестные, называясь поисковиками, сообщают родственникам пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны, что при раскопках обнаружили их останки, награды, документы, и готовы им все это вернуть, но нужна определенная сумма денег – обычно от 3 до 10 тысяч рублей. Ошарашенные новостью родственники готовы на все и не всегда проверяют информацию. И, как оказывается, очень зря. Сейчас с нами на связи главный специалист Ульяновского областного центра патриотического воспитания, руководитель поискового отряда «Авангард» Андрей Ярмушев. Это, конечно, очередной вид мошенничества для нас, как для поисковиков. Но он шокирован, так как люди, мошенники, играют на самом святом, на своей памяти, и на памяти всего нашего народа о пропавших в годы Великой Отечественной, которые добывали победу даже для них же, чтобы они жили. Ценой своей жизни у этих людей, если честно, даже ничего святого, мне кажется, уже не осталось, если они уже начали наживаться на таком. И очень хотелось бы, чтобы прежде, если такая информация будет поступать, и люди не торопились переводить деньги, так как поисковики никогда за свою работу, деньги мы не просили и никогда не будем их просить. Ни на какие нужны. И вот житель нашего региона, да, к вам обращался недавно? Да, буквально недавно к нам обратился житель города Ульяновск с просьбой помочь перевести останки, либо помочь решить финансовый вопрос. На что мы проверили эту информацию, оказалось, что это мошенники, и уже позже мы эту информацию передали в органы внутренних дел для проверки. И хорошо, что он все-таки обратился к нам, так как мы эту информацию перепроверили, и он не успел просто-напросто перевести никакую сумму денег, потому что они первоначально просили большую сумму, потом якобы меньше на телефон положить, и ссылались на то, что якобы далеко находится. Ну, конечно, так как они деда искали очень давно, информацию размещали в соцсетях, в интернете, на ресурсах, и, короче, злоумышленники воспользовались этим моментом. И, с другой стороны, конечно, достаточно радостно родственникам слышать, что да, нашли, но все-таки проявить сознательность надо, ни в коем случае не переводить денежные средства, торопиться. Ну, исходящие звонки, вот что удавалось отследить, откуда они в подавляющем большинстве были? Ну, это мошенники. Один раз они взяли трубку, представившись поисковым отрядом, и попросили информацию, на что они сказали, что никакого понятия не имеют, телефон кому-то одолжили позвонить. Ну, мы уже поняли, что там уже что-то не то, ну, хотя, исходя из первой же информации, которую он нам сообщил, о том, что якобы нашли ордена деда, и самого деда опознали по орденам, и он назвал ордена такие, которые выдавались уже в конце войны. То есть на начальный период, на момент пропажи деда, он не мог их получить. То есть, и вот первое смущение у нас было, когда он нам рассказал всю историю, и самое основное это то, что просят денег. Мы, конечно, были шокированы, но просто малые какие ситуации бывают. Решили просто перепроверить эту информацию, и уже связавшись по тому номеру, по которому звонили, мы поняли, что это мошенники. Родственникам, конечно, ему все объяснили, успокоили. Информацию о розыске его деда мы взяли на вооружение. По крайней мере, он до сих пор числится пропавшим без вести, и его еще не нашли. Вы являетесь руководителем поискового отряда «Авангард». В конце года принято как-то итоги подводить? Буквально вот в эти выходные у нас стоит собрание общее всех отрядов, и там подведем мы итоги, озвучим планы на будущий год, ну и дополнительно несколько проектов. Один из проектов будет касаться как раз, как оповестить население о мошеннических действиях по стороне недоброжелателей. Потому что наживаться на самом святом, на памяти своего народа, я думаю, это прямо крайне из вон выходящих каких-то ситуаций. Все понимаю, потому что у них разные способы мошенничества есть, но затрагивать эту работу, мне кажется, ничего святого у них, ничего не осталось. Ну тем более вам вдвойне это обидно, и возмущается вы, потому что вы сами занимаетесь вот поисковой работой. Да, накладывается тень на нас. Ну тут больше нисколько мы возмущаемся тем, что какую-то тень на нас может отбросить еще что-то, просто возмущаемся отношением этих людей, которые этим промышляют. Глумятся над памятью? Они наглумятся не только над памятью, но и над всей победой. Последняя в этом году поездка куда у вас была? Последняя поездка была в осенний период, и мы проводили поисковые работы в Ржевском районе Тверской области. По результатам было найдено 18 солдат, и при пяти были обнаружены смертные медальоны, которые на данный момент находятся на экспертизе. Сейчас ждем результаты экспертизы, для того, чтобы выяснить, какой медальон, как у нас говорится, заговорит и расскажет нам имя солдата. А на будущий год какие планы? На будущий год план достаточно масштабный, так как огромное количество молодежи к нам присоединилось. Не только к нам, но и во все отряды. Вливается молодежь, студенты, школьники, и будет у нас запланировано 13 поисковых экспедиций. 13 экспедиций – это всех поисковых отрядов Ульяновской области. А в какие районы? География поиска будет достаточно масштабна, начиная от Республики Карелия, заканчивая Краснодарским краем. То есть некоторые отряды имеют специфику, кто-то работает в северных районах, кто-то в центральных. То есть географию поиска мы сохраняем ту же, так как большинство отрядов работают по тем воинским формированиям, которые формировались на территории Куйбышской области, ныне Ульяновская область, и воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной войны. Я желаю вам удачи, и очень надеюсь, что, может быть, еще потерянные имена вновь зазвучат. Спасибо вам большое, Татьяна. В Ульяновске полным ходом идет ремонт в Ленинском мемориале. Он обновляется в преддверии 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, который будет широко праздноваться в 2020 году. О ходе ремонта нам рассказала директор мемориала Лидия Ларина. Сегодня активно мы занимаемся ремонтными работами. У нас проведена проектно-смертная документация на кровлю, и ремонтная работа уже в активной такой фазе находится. Это два года. Все-таки 25 тысяч квадратных метров – это достаточно серьезное. Сегодня покрытие проходит на двух больших фрагментах кровли. Это 2000 квадратных метров. Это большой концертный зал. Это очень важное для нас состояние, именно потому что это было самое проблемное место на самой кровле мем-центра. И, конечно же, торжественный зал. Порядком 600 квадратных метров. Когда мы побывали с большой делегацией во главе с Сергеем Ивановичем, но это не первый наш заход на крышу. Когда мне пришлось побывать в Берлине, и когда немцы, они любят все выставлять очень четко на показ, потому что каждый житель должен понять, куда вкладываются деньги его как налогоплательщика. И поэтому сделаны специальные экскурсии. Тебе выдают каску, тебе выдают резиновые сапоги. Есть определенное количество людей. Это немногочисленные группы, которые проходят на территорию оперного театра, который сейчас активно ремонтируется. Это действительно старинное, красивейшее здание. И тебе действительно рассказывают. Я думаю, что мы к этому уже приходим. И на территорию России подобные случаи бывают. И я думаю, вот в данном случае с мем-центром будет точно так же. Потому что вот этот вот излишнее, если начинается ремонт, то всегда начинается следующее. Ага, начинается что-то такое, зачем стоит что-то. Я как руководитель организации Ленинский мемориал могу откровенно и честно сказать, то, что сегодня делается, это большое дело, связанное с сохранением культурного наследия. И те деньги, которые сегодня вкладываются, и в том числе налогоплательщиками Ульяновской области, они отрабатываются, потому что, давайте так, скажем честно, есть рабочая группа, куда входят действительно профессиональные люди, прежде всего строители, которые настолько внимательно и компетентно подходят к каждому вопросу, связанному, начиная с демонтажа части кровли и всем технологическим процессам. Это очень важно. Действительно, Ленинский мемориал – это мега-большой комплекс, где есть большой и малый концертный зал. В конце декабря у нас будет готов проект малого концертного зала на 450 мест, куда в свое время потом будет перенесен бережно организаторами, исполнителями именно немецкой фирмы «Ойли», которая и является мастером нашего органа немецкой фирмы. Это будет планироваться у нас в 2019 году. Это будет один из лучших концертных залов на территории России, потому что он рассматривает сейчас в комплексе, где есть удобство и кресел, удобство по акустике, и сама акустическая система разработана таким образом. Мы работаем сейчас с японской компанией, что это действительно будет являться и органным залом, и в какой-то момент переключение на камерную музыку и камерно-симфоническую музыку. Лидия Геннадьевна в этом году празднует 95-летие дом-музей Ленина. Ленинский мемориал – это музейный еще комплекс, где есть квартира-музей, где есть дом, где родился, где есть главная экспозиция самого Ленинского мемориала, и, на мой взгляд, один из уникальных музеев на территории Российской Федерации – это дом имени Владимировича Ленина и городская усадьба. Почему? Потому что, когда приезжает огромное количество гостей, и именно со всего мира они стремятся попасть в этот музей. Это уникальный музей, это первый музей на территории России, созданный современниками, родственниками Владимира Ленина. Он был создан и задумывался еще когда Владимир Ленин был жив. Что будет на нем в 95 лет? Это большая программа. Конечно, интересно, сегодня время бежит вперед, 95 лет, но то поколение, которое сегодня, и те родственники, которые сегодня разбросаны по всему миру, они сегодня готовы приехать к нам. И мы их ожидаем, это Полине Ардашевых, это двоюродные братья, сестры Владимировича Ленина. Их 33 человека было, их дети, праправнуки сегодня приезжают к нам. И это очень-очень важно для нас, потому что то желание, и то общение, и то сегодня, что несет себе дом-музей, это прежде всего, конечно, история. История, которую нужно уважать, историю, которую нужно изучать и понимать, как рождается гений. Он рождается в определенной семье, где есть традиции, семейные ценности, как дальше развивается его жизнь, куда она преображается, и в какой степени, как общество относится к этой истории. И вот та история, мы говорим сегодня, что мы можем менять идеологическое состояние того или другого, но мне это импонирует, что сегодня научное сообщество и научные сотрудники, прежде всего, Ленинского мемориала, не то что верны своей теме, изучению, наследию, выдающегося человека, которого по воле судьбы относятся по-разному. Каждый раз, открывая новые страницы, ты понимаешь, любое действие лидера, оно идет и продиктовано не только временем, но и продиктовано многими событиями. И поэтому сегодня, изучая одно и понимая, как мысль складывалась и создавалась в великое государство, в этом есть и главная сущность музея. А сегодня музей – это 94 тысячи экспонатов, документов, фотографий, которые собраны в нашем музее. Музей Ленина, так же, как и мемориал в целом, это история не только Ульяновской области, но и всей страны. Поэтому важно эту историю сохранить для потомков. Об этом мы говорили с директором Ленинского мемориала Лидией Лариной. Творческая встреча 25 лет спустя. Так называется следующий сюжет программы, который подготовила моя коллега Надежда Шийко. Есть слово. Доброе утро. В недалеком прошлом в нашем городе был популярный клуб самодеятельной песни. На его базе в 90-е годы родился и вырос интересный коллектив юных талантов под названием «Клюква», руководителем которого была Валентина Миллер. Творческая группа активно выступала и даже придумала и поставила своими силами музыкальный спектакль по книге Григория Остра «Вредные советы». Ребята, конечно, давно выросли. У них теперь свои дети. Но по-прежнему крепка дружба, живы песни, рассказы, воспоминания. Сегодня участники коллектива живут в разных городах и странах, но многие из них все же смогли приехать на эту встречу 25 лет спустя, которая прошла в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи. Среди них звезда, которая в те далекие времена только начинала свой творческий путь, а сейчас уже состоявшийся исполнитель-профессионал. Это актер музыкального театра, мюзиклов, оперный, камерный певец, лауреат Всероссийской национальной театральной премии «Золотая маска», артист, работающий не только в России, но и за рубежом Иван Ожогин. Мне очень хотелось увидеть всех моих друзей детства, юношества, с которыми мы очень давно не виделись. С кем-то мы пересекаемся чаще, с теми участниками нашего ансамбля, которые уехали давным-давно жить в Германию, чем с теми, кто остался жить в Ульяновске. Потому что в Ульяновск я попадаю достаточно редко, по гастролям или по концертным делам, или просто к маме приезжаю. Времени на то, чтобы объять всех друзей своих категорически мало остается. Так что я шел с ностальгией, с желанием всех обнять своих родных, любимых с детства людей. Поскольку мы вот сейчас в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи, знаю, что вы выпускник дворца, посещали в свое время вокальную студию. Проще, наверное, сказать, что я здесь не посещал. То есть я здесь и был в форе мальчиков. Начинал я здесь с трех лет. Потом это была студия художественного слова под руководством Натальи Владимировны Ганшиной. Был оркестр русских народных инструментов, ансамбль современной музыки под руководством Владимира Георгиевича Синкина. Это была студия бельканто, сольного пения. Все, что можно было, я здесь прошел. И даже секцию тяжелой атлетики. Участие в вокальной студии как-то помогло в дальнейшей жизни? Конечно, я пел с самого детства. Наверное, даже нетрудно вспомнить тот момент, когда я не пел. Поэтому становление мое как певца, как исполнителя, наработка навыков вокальных и музыкального вкуса происходила именно здесь, во дворце. Это был мой второй дом. Касаясь самодеятельной песни, авторской песни, в чем, на ваш взгляд, ее ценность, необходимость сегодня для людей? И востребована ли она? Не сложно сказать, востребована ли она. Но она в каком-то сегменте все равно будет всегда востребована. Потому что это то настоящее, доброе, светлое и настоящее. Все, о чем поется в этих песнях, оно наполнено светом и добром изнутри. И идет от самого сердца. Поэтому хорошие, светлые и добрые люди будут всегда. Как у любого творческого человека всегда есть новое, то, что он привносит в свое творчество. Вот какие сейчас первоочередные творческие задачи? В планах огромное количество новых постановок и продолжения работы над старыми. Это и театральные проекты, и мюзиклы, и концертные программы новые. У меня идут мюзиклы в Петербурге. «Мастер Маргарита», в котором я исполняю роль Воланда. «Демон Онегин», в котором я играю Онегина. Остается в театре музыкальной комедии «Мюзикл Джекил и Хайт», в котором я также исполняю главные титульные роли. Концертные программы. У меня такой мини-марафон за четыре дня. Я должен спеть пять концертов в разных уголках, причем в России. Я хотела опять возвратиться к встрече участников ансамбля «Клюквы» 25 лет спустя. Вот что это событие значит для вас? Мне не верится, честно говоря, в эти цифры, потому что такое ощущение, что это было совсем недавно. Нет ощущения, что прошло именно 25 лет. Но нет ощущения, что это прошло, может быть, года два или три. И все такие родные, хоть и действительно мы меняемся, все выросли, все повзрослели, все обзавелись своими детьми. Нить это очень крепко, и мы все чувствуем какую-то связь и радость того. Да, мы со своим внутренним багажом, со своим жизненным опытом, со своим опытом сценическим, профессиональным, актерским, локальным, но мы все остаемся теми, наверное, детьми, по ощущению, которые тогда были, у которых вся жизнь была впереди. Мы не знали, кем мы станем, кто мы будем. Я предполагал, что я буду связан с музыкой, то, что я любил всегда, и то, что я продолжу делать. На встрече звучала прекрасная, берущая за душу авторская самодеятельная песня. И когда я слушала, возник вопрос. В сегодняшнее жесткое время коммерсализации, среди огромного количества песен-однодневок, насколько сложно ей сохраниться? Как она изменилась со временем? На этот вопрос мне отвечает участница встречи, преподаватель классической гитары Елена Ушакова. Сегодняшняя авторская песня несколько другая. Она потерпела изменения. Сильные изменения. Она выбрала в себя и фольклорные какие-то элементы, и роковые элементы, и джазовые элементы. Сейчас мало кто из популярных исполнителей авторской песни выступает один, потому что обязательно вторая гитара, обязательно прекраснейшие аранжировки. Но порой за вот этими аранжировками может теряться тот изначальный смысл стиха, который был как-то на трёх аккордах. Ясен и понятен. Сейчас он как-то обрастает таким музыкальным обрамлением, флёром, и кому-то, может быть, это мешает. Здесь нельзя сказать однозначно, хорошо ли это или плохо. Если это как самоцель, если нечего сказать, но есть вот как обрамление музыкальное, тогда теряется вот этот вот изначальный смысл авторской песни. Но есть, конечно, и прекрасные образцы современных исполнителей, которые этот баланс соблюдают. Снова тревожные кружат ветра, Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пёстрый листок, Кружится, кружится старый вальсок, Старый забытый, старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, В дальнем краю это всё не забудь, Эту реку и прибрежный песок, Этот негромко звучащий ворсок, Этот негромкий, этот негромкий ворсок. Мы расстаёмся, чтоб встретиться вновь, Ведь остаётся навеки любовь. Время торопит, бежит, но и пусть Спрячу в улыбке прощанье грусть. Клюква, родная, Клюква, ты зрея вернусь. Время торопит, бежит, но и пусть Спрячу в улыбке прощанье грусть. Клюква, родная, Клюква ты, зри, я вернусь И это был последний сюжет нашей программы Мира и добра вам, дорогие друзья Желает звукоператор Алла Крылова Звукорежиссер Светлана Дубровина И я, журналист Татьяна Лунина До свидания Субтитры создавал DimaTorzok